Чё-то холодно. Чё-то у нас в Ставрополе зима не хочет заканчиваться. Пипец какой-то. Уже январь месяца, всё ещё минус 10. Пипец. Может быть, зима в лето? Зима в лето. Зима в лето! Зима в лето! О! Вот так уже намного лучше! Ребята, мы в Доминикане! Всё, отдых начинается! Поехали! Ребята, мы в Доминикане! В общем, мы на скоростной лодке сейчас поедем на остров Ставрополе. Ай, 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 чё? Всё, всё, хорошо. Всё, всё, хорошо. Фото? Ага. Ну что, друзья, мечты сбываются. Наконец-то мы попали на Карибское море. На тот самый остров, где снимались пираты Карибского моря и реклама баунти. Всегда мечтал сюда попасть. Здесь действительно очень красиво. Это просто не передать своими словами. Белый песок, Голубое море, пальмы, супер! Также, также, бачата, мастер-классы. Здесь настроение, оно просто, просто пропитывает всё тело. Супер, супер! Супер, супер! Бешеная скорость, просто! Вообще, мы едем к Матрикам! Вообще, в общем, нас высадили в бассейне, в природном бассейне. Здесь вода по колено. И все мы в поиске звёзд, морских звёзд. Тут их очень много, только почему-то сегодня так случилось, что нету ни одной. Вот. Мы просто любуемся. Юль, нашла хоть одну? Нет. Всем привет, пацаны! Я приветствую вас в солнечной Доминикане. И, как вы уже поняли, это видео не будет посвящено в спортивной тематике. Мы не будем покорять новые рекорды. Я просто покажу видео о том, как я отдыхаю, если вам это будет интересно. Итак, хотелось бы рассказать пару слов о стране, в которой я нахожусь. Это Доминиканская республика. И, что здесь самое интересное, здесь всегда лето, круглый год. Здесь все радостные, здесь все всегда улыбаются, и здесь очень много пальм. А также есть Атлантический океан, куда мы, собственно, и направляемся. Вот, друзья, мы на Атлантическом океане, и погода здесь просто супер, как в принципе, и остальные 365 дней в году. Тут, если бывают дожди, то они очень быстро заканчиваются, и здесь почти всегда светит солнце, и всегда здесь очень жарко. Вода здесь тоже теплая. Приехали мы сюда на 7 дней, этого нам, в принципе, достаточно, чтобы не сильно выбиться из режима и качественно отдохнуть. Тем более, что у нас сейчас полным ходом идет зима. Когда мы уезжали, вообще было минус 20, а приехали сразу плюс 30. Так что ощущения непередаваемые. А это футбольный мяч или какой? Я сейчас обновидел. Гоооо! Ха-ха-ха! Так как отдых здесь беззаботный и еды здесь тоже навалом, поэтому бесконечно лежать на пляжу тоже невозможно. Мы пойдем подкрепимся хорошенько, тем более по времени у нас уже обед. Я сниму для вас чем нас кормят, что у нас есть на выбор. Так как здесь очень много отдыхающих американцев, еда здесь очень калорийная. Есть жареные стейки, гамбургеры и собственное приготовление. Ты сам выбираешь из чего составить ингредиенты. Здесь рис, что меня очень радует. Вот. Много фруктов, много всяких обжарок. Есть чипсы, очень много чипсов. Вот. В принципе, выбор очень такой разнообразный, много овощей. В общем, любой для себя найдет, чем качественно можно питаться. Вот. К пище я привык очень быстро, не было никакой ни тяжести, ничего. В принципе, очень качественно. Никакой острой еды тут нету, как в Южной Корее. Вот. привыканий никаких не возникало. Все отлично. Также тут есть спортивный отдых, есть мини-футбол. Там волейбольная площадка, то есть постоянно сиделись на команды, все играют. Вот. Кушать мы будем собственно здесь. Ресторанчик на берегу океана. Очень круто. Сейчас я покажу, чем у нас скоро. заходим в ресторан. Вот. Видно? Да. сходу. Так, собственно, вот, что я хотел вам показать. Огромный выбор фруктов. Что это за звездочки? Вот это не бананы. А это что такое? А это что? Вот про те котлеты, которые я рассказывал. «Большая часть блюд готовится прямо на ваших глазах, тоже очень круто. Все свежее и вкусное. десерты». И очень-очень-очень много салатов различных. Я не буду рассказывать скучной истории о том, как сюда попасть, какие тут особенности, в чем тут что заключается. Вы так все можете найти в интернете. Я решил использовать геолокацию, такую красивую, для того, чтобы ответить на основные ваши вопросы. Кстати, вы мне очень много пишете всеразличных вопросов в данный момент в ВКонтакте, в Инстаграме. Не обижайтесь, я никому не отвечаю. Действительно, их очень много. Ну, не так много, как, допустим, Сереге Миронову. Там 7 тысяч сообщений. Это что-то нереальное. Ну, по 20 человек, по 30 в день мне пишут. И у всех примерно одни и те же вопросы. Одни и те же вопросы. Как я тренируюсь? Сколько времени у меня отдыха? В какой амплитуде я работаю? Напиши мне программу. Ребята, я не пишу программу, я не составляю программу, потому что я считаю, что для того, чтобы ее составить, нужно очень тщательно подходить к этому вопросу. Есть очень... Нужно грамотно подходить к вопросу. Как минимум, нужно, наверное, по скайпе пообщаться. Просто так. А того, что вы мне написали, сколько дней в неделю вы тренируетесь, это мне не дает права писать вам программу. Вот. А остальные вопросы. Как часто я тренируюсь? Я сейчас вообще не тренируюсь. И вообще, весь мой тренировочный процесс очень нестабильный. Очень. И как я уже сказал, я тренируюсь два раза в неделю. Это в лучшем случае. По моей лучшей программе тренировок. Я ее так называю, потому что она универсальная. Два раза в неделю я всегда нахожу время потренироваться. Остальное время я либо вообще не тренируюсь, либо занимаюсь своими другими вещами, как акробатика, там, подтягивания, отжимания. Все, я тренируюсь два раза в неделю. Это в лучшем случае. Иногда я даже этого не тренируюсь. Делаю уклон на отжимания, на подтягивания, на акробатики, на растяжку. Вот. Так как я считаю, что я уже натренировался, тренированного тренировать, только перетренировывать. Правильно? Вот. Это мой девиз. Поэтому я могу позволить себе где-то что-то не потренироваться. Я, грубо говоря, я просто не могу ответить на ваши вопросы, типа, как часто я тренируюсь, какая у меня программа тренировок. Она у меня разнообразная. Ну, моя лучшая программа тренировок все равно в основе. Я пытаюсь тренироваться два раза в неделю по возможности. В основном, это получается. Вот. Еще вопросы. Сколько мне лет? Сколько я вешу? Какой у меня рост? Я уже отвечал. Еще раз повторю. Мне 27 лет. 170 сантиметров у меня рост. И с таким all-inclusive с таким питанием я, наверное, уже килограмма два точно наел без тренировок, без особо активности. Поэтому вес мы 70-72 килограмма. Сейчас, наверное, все 73. Вот. Еще я хотел бы дать такой полезный совет, особенно тем, кто сейчас учится в школе. Такие есть, правильно? Вот. Или в институте. Учите английский. Учите английский. Когда у вас есть... Вообще, если у вас есть свободное время, учите английский. Особенно, если вас учите бесплатно в школе. Не тратьте время, обязательно учите. И понятно, что грамматика так не нужна. В школе заставляют больше учить грамматику. В основном нужен тупо разговорный английский. Потому что все, во всех странах, в основном общаются именно на этом языке. Вот, допустим, в Доминикане основной язык идет испанский. Но все доминиканцы общаются на английском. На кривом английском. Да, они вас хорошо поймут в сокращенных фразах. И вы их хорошо поймете. Допустим, настоящие американцы, они говорят слитно. Ничего не понятно. А у доминиканцев слушаешь, все разборчиво, все понятно. Отжиматься не хочется, подтягиваться не хочется. в зал тренажера не ездить, идти туда не хочу. Там очень холодно. там очень холодно. И они вообще любят жестко кондюрить. У них везде холодрыга. Заходим на завтрак и вот так вот сидим за столом. По поводу 10-дневного отдыха и для тех, у кого замедленный обмен веществ, я хочу сказать, что ребята, держитесь, вам хана. А вы станете как пирожок. Вас разнесет. Вы не поместитесь в самолет, и у вас будет перегруз вообще. Вам придется покупать два места обратно. Я серьезно. Тут кормят на убой и удержаться практически невозможно. Очень вкусно. Все везде так вкусно. Очень много. Тарелки, они специально огроменные кладут. Огроменные. То есть визуально вам может казаться, что положили немного, а на самом деле вы едите через не хочу. Вот. Поэтому, ребята, либо очень много ходить, вы в любом случае станете больше. Даже я по себе чувствую, что я еще в одном раунде. В общем, те, кто приехали сюда похудеть, они ошиблись. Немножко. Да, ну в любом случае ни в чем себе не отказывайте, потому что потом жесткие тренировочки, я вам помогу в этом не переживать. Потому что вы же оплатили все включено, что себе отказывать. Конечно, это же русская душа. Это все включено. Надо, мы заплатили столько-то рублей, надо это все. Мы нажрем все на столько же. Надо нажрать на эту же сумму обязательно. Еще хотел бы добавить, что в социальной сети пишите мне, кучу вопросов вы задаете, в директе вы мне там что-то спрашиваете. Вы не обижайтесь, я никому не отвечаю, правда, даже сейчас нету желания, просто появите, вводите в мое положение, не хочется напрягаться, сейчас ничего никому не отвечаю и, наверное, даже ничего никому не отвечу. У меня такая идея появилась, я тут начал вести прямой эфир и я думал, будут мои друзья подключаться, спрашивать, как я тут отдыхаю, что, как у меня дела, какая тут погода, а вы давай спрашивайте, как похудеть, как накачаться, как накачать правую руку, как накачать левую. Я подумал, я даже не буду вести в ютубе такую рубрику «Вопрос-ответ», я буду периодически выходить в прямой эфир в инстаграме и буду там отвечать на ваши вопросы, вот, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, и так будет проще для всех. Буду в таком лайв-режиме для вас все отвечать, и так будет проще, мне кажется. Поэтому подписывайтесь. А хейтеры, хейтеры не подписывайтесь, если у вас что-то развелось и забарили. Ну и ладно, хейтеры, мы вас любим. Запись идет. Одна полка осталась. Хейтеры сидят дома, на диване. Да, я, кстати, наверное, даже поджимаюсь. У меня для хейтеров специально готовится специальный выпуск, ответ хейтерам. Вы меня заряжаете позитивом и энергия такой же, прям отомстить вам всем. Я вам отомщу. Обязательно. Я 300 раз отожгу за один подход. Постараюсь. Постараюсь. Конечно, ущерб качеству, но это сделано. А это наш русскоязычный друг. Привет! Подруга! Как дела? Удачи! Пиздата! Запикаем! Привет, Ставрополь! Ставрополь! Привет! Ставрополь! Ставрополь! Это сити! Привет! Мои люди! Ставрополь! Удачи! Ты русский? Ты хочешь принять здесь Пунта-кана для Сергея Россия? На Москву! Я люблю русский! Это наш друг! Молодец! Наш друг? Давай пять! 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 Удачи! Удачи! И Супермен! 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 Удачи! 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 Субтитры подогнал «Симон»!